Доброе утро! Доброе утро телезрителей. Сегодня 2 часа в прямом эфире для вас будут вещать Александр Ткачев и Ирина Борилюк. Я думаю, что время подошло к тому, чтобы начать с новостей. Ведь что может быть более бодрым, чем хорошие новости? Вовремя повернуть, объехать и добраться до места назначения. Из-за реконструкции улицы Александра Невского в Симферополе появилась новая схема движения транспорта. Первый будний день не обошелся без приключений. О том, чем они закончились, а главное, как изменилась жизнь водителей, расскажет Александр Федорчак. Снять плитку, убрать старое полотно и сделать все по новым стандартам. Такие задачи у бригады. За работой наблюдают и симферопольцы. Кто-то даже делает памятные снимки. Сегодня улица Александра Невска уже напоминает большую строительную площадку. Правда, самое интересное, что светофор здесь не отключили, машины не ездят, а вот пешеходы ходят. Правда, правила дорожного движения соблюдают не все. 20 человек трудятся, не покладая рук. Ремонт Александра Невского давно назрел. Горожане готовы к временным неудобствам. Целесообразно эту улицу починить в любом случае, потому что она в абсолютно аварийном состоянии. Только на улучшение все идет. Все-таки спасибо, что все-таки взялись за наш город. Я довольна. Самыми уязвимыми в этой ситуации оказались водители. Их жизнь изменилась в корне. Надо искать альтернативу привычному маршруту. На сайте столичной администрации публикованы направления, через которые можно объехать реконструируемый участок улицы Александра Невского. Некоторые из них более загружены. Например, вот это съезд с улицы Жуковского на Долгоруковскую. Сейчас из-за автобуса не видно, сколько машин стоит впереди. Еще им осложняет движение то, что некоторые водители ставят свои автомобили вдоль дороги. Приключение автобуса, который по несчастливой случайности завернул на эту трассу, продолжалось недолго. Пришлось даже звать на помощь. Подключились прохожие. Общая проблема сплотила всех. Раз, два, три! Нет, еще раз. Совместные усилия дали результат, но осадок остался и у водителей, и у пешеходов. Поставили новый знак, одностороннее движение в ту сторону, и также есть знак старый, одностороннее движение в обратную сторону, то есть тот же коллапс. Едешь, ты на встречу маршрутки, план изменен. Столичная администрация предлагает несколько путей для объезда. Через проспект Кирова, улицы Менделеева, Самокиша, Карла Маркса, Жуковского и Долгоруковскую. Мы силами подрядчика вышли регулировщики, которые, собственно говоря, и работают в направлении того, чтобы направлять транспортные потоки туда, где они должны быть, а не там, где висят запрещающие знаки. На выезде из города тоже транспортные изменения. Здесь организовали первое в Крыму реверсивное движение. Чтобы сократить пробки на участке от съезда автостанции Восточная до развязки на село Трудовое, открыли третью полосу. Разметку нанесли, знаки установили, а пешеходных переходов нет. К тому же маршруткам с конечной остановки на трассу выезжать сложно. Но главное, нет регулировки движения. Только усложнило. Никто не знает, как по ней ездить. Светофоров нет. Дорогу не расширили, а наоборот сузили. Если бы его изначально правильно организовали, то сделали реверсивные светофоры, а потом разметку. Было бы меньше аварий и так далее. Тем не менее, как только недостатки устранят, нововведение будет явно полезным. Оно разгрузит транспортные потоки на восточном направлении. Реверсивное движение работает в зависимости от трафика. Утром две полосы доступны на въезд, а вечером на выезд из города. Александр Федорчак, Екатерина Серегина, Андрей Заричный, Руслан Князев и Денис Тищенко. Новости 24. Найти дом без номера, а улицу без названия, похоже на условия какого-то странного квеста. Однако совсем не до шуток, когда речь заходит о пожарной службе или медицинской помощи. Здесь буквально каждая минута на счету. Республиканское управление статистики обратилось к местным администрациям с требованием привести в порядок адресное хозяйство. Тема продолжит Николай Уваров. Антон Вичкан за рулем скорой помощи около года. Думал сложнее всего освоить экстремальное вождение. Однако на практике выяснилось, найти нужный адрес еще труднее. Стучимся во дворы, узнаем адрес и примерно где находится нам нужный адрес. Бригада скорой помощи уже в пути ищет нужный адрес с помощью навигатора. Медики привыкли, номер есть далеко не на каждом здании. Когда поступает вызов, это влияет на оперативность наших действий, на то, как быстро мы сможем найти место происшествия. От этого зависит не просто оперативность, но и жизнь человека. Пожарные, медики, почта и полиция давно уже призывают навести порядок в адресном хозяйстве. Машина скорой помощи, приезжая на вызов, подъехав к зданию с одной стороны, объезжает его с другой стороны. Табличек нет, могут не найти никак. Сами понимаете, что это лишнее движение и лишнее уходит время, а за это время можно потерять человека. В рамках подготовки к переписи населения в 2020 году Крымстад призвал руководителей региональных администраций полуострова обозначить все безымянные дома аншлагами, табличками с названием улицы и номером дома. Путешествие или поездка по работе без навигатора сегодня просто невозможно. Без топонимических указателей у вас есть все шансы просто заблудиться в незнакомой части города. Но что делать, если сигнал слабый или его вовсе нет? Приходится действовать по старинке. Добрый день, молодой человек, извините, вы не подскажете, на какой улице мы находимся? Не, не подскажу, вот сам выясняю. Ну и это не всегда эффективно. Новые постройки, коммерческие и государственные учреждения все имеют аншлаги на фасадах. С частными и старыми многоквартирными домами все гораздо хуже. Встречается целый ряд улиц, которые не имеют ни названия, ни нумерации. Это, конечно, очень такой тревожащий аспект. Есть номера домов, которые повторяются трижды. И даже в такое число входят даже многоквартирные жилые дома. Обозначить свой дом и квартиру можно, конечно, и самому. Достаточно нанести надпись краской с помощью трафарета. Это дешевле, чем заказ таблички. Главное не забывать следить за состоянием такого обозначения. Особую сложность представляют многоквартирные дома в старой планировке. Здесь, как правило, несколько дворов. И найти нужную квартиру без указания номера дома крайне затруднительно. Николай Уваров, Олег Черемисин, Новости 24. Медовый Крым. Более 8 миллионов рублей было выделено на грантовую поддержку начинающих пасечников. Наш мед признали одним из самых лучших в России. Елена Байрамова побывала на пасеке и расскажет вам о том, как обстоят там дела. Поскольку сейчас уже у нас практически осень, пчела будет злиться, когда мы к ней полезем в гнездо. Поэтому без дымаря лучше этого не делать. Мы сейчас разожжем дымарь. Насекомые станут не такими агрессивными, а значит вероятность укуса минимальная. Пчеловод Игорь Пестов в сладком деле 12 лет. Решил продолжить семейную династию. По наследству получил и секреты. Главное не жадничать. Во-первых, не отбираю все подряд. Я обычно так. Вот у меня гнездо находится обычно в два нижних корпуса. Вот это вот здесь в основном мед. Поэтому я в гнездо не отбираю никогда гнездо. Все, что они в гнездо собрали, это им останется. Качать мед начинают с середины августа. До двух килограммов можно собрать с такой рамки. Проверить его качество можно не только в лабораторных условиях. Хороший мед, он складывается вот так вот горкой. И вот с ложечки он тянется, тянется до самой тоненькой-тоненькой ниточки. А это ноу-хау. Снизу ульи, а над ними деревянная лежанка. Место отдыха и релакса. Внутрь поступает воздух из ульи. Это очень полезно для дыхательных путей, оздоровления вообще. Ну и там вот эта вот вибрация, когда вот работают пчелы, она очень благотворно влияет на, ну как минимум на настроение. К тому же это безопасно. Пчелы сюда не залетают. Некоторые свою пасеку выгуливают, вывозят в лес или в поля. У Игоря все на дому. В год 20 семей приносят от 200 до 400 литров меда. Урожай зависит от цветения и на сколько год выдался засушливым или нет. Пчеловоды считают этот сезон достаточно успешным. И запасов этого продукта, который вкусный, полезный, при этом никогда не портится, хватит надолго. По вкусу продукция крымских производителей заняла второе место в рейтинге России, уступив только Башкирии. Опрос среди жителей страны провел известный туристический портал. В республике ставки на мед серьезные. Разработан 56 порядок постановления Министерства сельского хозяйства Республики Крым. Это грантовая поддержка. В настоящее время 6 пчеловодческих хозяйств подали на грант. Грант составляет до полутора миллионов. Сумма поддержки по этим предприятиям составляет 8,1 миллион рублей. В прошлом году пчеловоды собрали свыше тысячи тонн сладкого урожая. По предварительным подсчетам в этом году цифры будут значительно выше. Елена Байрамова, Олег Черемисин, Андрей Трещук. Новости 24. Симферопольский район. Я напоминаю, что наша импровизированная студия находится на 16 этаже жилого комплекса «Альфа». Отсюда открывается потрясающий вид на наш славный город Симферополь. Город просыпается. Люди спешат на работу. Ну а что может быть лучше, чем знать, что же тебя ждет в течение дня? Что нужно с тобой взять, а чего брать не стоит? Предлагаю узнать эту информацию из следующего сюжета. Нужно. Симферопольский район. Симферопольский район. Будет få учить хоть и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Севастополе переменная облачность без осадков Ветер северный 6-11 метров в секунду Температура воздуха ночью 17-19 градусов Днем прогреется до 29 На южном берегу Крыма переменная облачность И вестами возможен небольшой дождь, а кое-где даже гроза Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду Температура воздуха днем прогреется до 29 градусов тепла В Керче облачно с прояснениями без осадков Ветер северный 6-11 метров в секунду Температура воздуха ночью 20-22 градуса Днем же прогреется до 30 градусов тепла Должен сказать, что традиционно самая моя любимая часть Это озвучить температуру морской воды Итак, в Черном море, Феодосии, Алуште до 23 тепла вода В Ялте 24, в Севастополе 24, в Черноморском 21, в Евпатории 22 В Керченском проливе 25 и в Азовском море до 26 тепла То есть совсем как парное молоко Но она бы хотела напомнить, что с 19 по 22 августа в Крыму сохранится пожароопасная ситуация Действительно, но тем не менее хорошая погода, которую мы сегодня вам наобещали Это повод куда-нибудь выбраться, у тебя есть какие-нибудь предложения? Знаешь, я в курсе, что в Ялте будет проходить выставка известного художника С 24 августа по 8 сентября Посетить можно будет с 10 утра до 8 вечера Вход абсолютно свободный Ты знаешь, чья выставка там будет? Нет, но очень хочу узнать Известный акварелист Александр Восмуш А сама выставка будет называться «Фонтан желаний» Пройдет она в Ялтинской галерее Напоминаем, с 24 августа по 8 сентября Но сегодня, я хотел бы еще раз напомнить Всего лишь 20 августа Значит, выставка еще не началась А что же можно сегодня узреть, куда сходить И как свой вечер разнообразить Давайте узнаем из следующего сюжета Сегодня во Дворце культуры профсоюзов В Симферополе выступит хор Валаамского монастыря Коллектив представит новую программу «Мелодии русской души» Начнется концерт со стихов и баллад, которые продолжат русские народные песни Зрителей порадует и лирикой в исполнении казаков Также прозвучат песни советских лет на музыку известных композиторов Хор Валаамского монастыря официально был создан в августе 2005 года Его основная цель – духовно-патриотическое воспитание через музыку В Ялте на сцене театра имени Чехова настоящий скандал по-итальянски Так называется пьеса, которая рассказывает о неаполитанце Микеле После скитаний по Америке он возвращается в родную страну Здесь главный герой становится свидетелем семейных разборок Лучший друг убивает свою жену Но странное дело, женщина вновь воскресает и ведет себя, как ни в чем не бывало И только к концу этой пьесы Микеле узнает секрет укращения строптивой Спектакль поставлен народным артистом Ингушетии Ахметом Льяновым Сегодня на голубых экранах семейный фильм «Дора и затерянный город» Сиквел знаменитого мультсериала «Дора-путешественница» о подросшей главной героине Все свое детство девочка провела в джунглях с родителями-исследователями Но впервые оказавшись в городе, она сталкивается с непониманием сверстников И тут еще таинственным образом исчезают родители Ничего не остается, и подросток отправляется на поиски родных Но на пути отважную девочку ждут испытания и загадка потерянной цивилизации И еще одна кинокартина о молодежи и их приключениях На этот раз три подруги решают исследовать подводный разрушенный город Но вскоре выясняют, что руины привлекли не только их Запланированное развлечение оборачивается кошмаром Теперь нырячицам придется спасаться от кровожадных акул У них остается совсем немного времени и кислорода, чтобы найти выход из запутанных подводных пещер Одной из самых главных столичных новостей является ремонт центральных улиц А именно улицы Александра Невского В связи с тем, что там ведется сейчас ремонтная работа, полностью перекрыто движение на одном из ее участков Поэтому маршрутные средства идут в обход Хотелось бы озвучить временную схему движения в направлении железнодорожного вокзала По проспекту Кирова, улица Менделеева и Суворовскому спуску В объезд прикрытого движения пройдут такие маршруты Номер 25, 49, 57, 60, 62, 81, 89, 91, 94, 98 и 99 От железнодорожного вокзала в направлении центра по улицам Карла Маркса, Жуковского и Самокиша Пройдут следующие маршруты 25, 52, 57, 60, 81, 89, 91, 98 и 99 Конечно же, хотелось бы еще сказать про такую новость Что в Симферополе появится мусульманский полумесяц Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек Появится он на въезде в Симферополь и уже сейчас готов проект Это будет прекрасная композиция, состоящая из полумесяца и традиционных арабесок, мусульманских орнаментов Но я предлагаю тему мусульманства продолжить У нас в Крыму очень много мечетей О том, как правильно посещать их, расскажет наш корреспондент В Крыму немало интересных и прекрасных достопримечательностей Среди которых и культовые сооружения Сейчас мы в Симферопольской мечети Сеид-Ситар История которого насчитывает почти 200 лет Мечеть – молитвенное здание мусульман Каждую пятницу здесь собираются прихожане для совершения коллективной молитвы У мусульман присутствуют свои нормы поведения в мечети С целью поддержания чистоты при входе в культовое сооружение Необходимо снять обувь Убрать туфли можно в специальную нишу В мечети, как и в любой другой святыне Необходимо придерживаться тишины Одежда должна быть скромной и максимально закрытой Для молящихся женщин допускается оставлять непокрытыми Только лицо и кисти рук Стоит позаботиться не только о скромности одежды Но и о чистоте тела Женщины и мужчины читают молитву в разных комнатах В этой мечети женская зона расположена на балконе Женщины должны чаще всего быть, как скажем В мечети тише воды, ниже травы Когда есть мужчины Это идет со стороны религии Почему? Потому что здесь очень много других мужчин Существуют определенные правила, которые должна соблюдать мусульманка Нельзя покрывать ногти лаком, выщипывать брови, делать татуировки И использовать спиртосодержащую парфюмерию Женщины, когда ходят в мечеть, им это запрещено делать Почему? Потому что они чаще всего мажут те запахи, которые, например, больше женственные И это как бы отвлекает мужчин В мечети вы не найдете скамеек или стульев Все сидят на полу Отличительной и самой яркой особенностью молитвенной комнаты является полное отсутствие украшений, статуй, изображения живых существ Все это запрещено исламом Важным элементом любой мечети – михраб Ниша в стене, указывающая направление на Мекку Священный город всех мусульман Перед ней стоит имам, руководящий коллективной молитвой Вот само слово имам, оно и переводится с арабского языка как впереди стоящий, то есть лидирующий Это место называется михраб И направление этого михраба всегда, в любой мечети, направление на запретную мечеть, на мечеть Аль-Харам, то есть Каба Эту мечеть в середине 19 века построил бывший городской голова Симферополя Сейдситар Челебим В период советской власти комплекс использовали в хозяйственных нуждах Однако после распада здания возвратили мусульманской общине В 2016 году, после масштабной реконструкции, мечеть снова открыли для прихожан Территория мечети – это целый комплекс Теперь уже располагается место для омовения Это Абдесхане Для чего? Для того, чтобы прихожане мечети могли совершить омовение и пройти уже в мечеть Двери мечети всегда открыты для гостей, независимо от их веры и национальности Но требования придерживаться мусульманских правил обязательны для всех Вся Рябляева, Олег Вилеев, утро нового дня И расскажи, знаешь ли ты, сколько этносов проживает в Крыму? К сожалению, я не владею точной информацией, но я уверена, что наш гость сейчас нам расскажет Я предлагаю к нему присоединиться А сегодня в студии у нас в гостях Юрий Константинович Гемпель Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям Я думаю, что он знает абсолютно все И в очередной раз докажет, что наш девиз «Процветание в единстве» – это не просто слова А, собственно говоря, в прямом смысле слова – указание к жизни полуострова Я тоже так уверена Доброе утро! Доброе утро! Как началось ваше утро нового дня? Как всегда, утро у нас самое хорошее в Крыму и, безусловно, самое приветливое И хочу сказать, что утро начинается всегда с работы Это прекрасно! А подскажите, Юрий Константинович, сколько народов проживает на территории Крымского полуострова? Ну, вы знаете, вот Республика Крым – это самая многонациональная территория Российской Федерации 175 национальностей проживают у нас в Крыму И я вам хочу сказать, что это наше достояние, и мы этим гордимся, потому что такое многообразие национальных культур – это, конечно же, богатство Российской Федерации и достояние республики Ну вот, казалось бы, действительно богатство и культурологическое, и этническое, но как найти мир между всеми этими согласия? Ну вот, знаете, на территории Республики Крым не было ни одного конфликта на межнациональной почве И я считаю, что это достижение народа, крымского народа И, конечно же, это, в общем-то, результат работы общественных объединений, лидеров общественных объединений Это результат работы депутатского корпуса Республики Крым Поэтому это наша гордость, это наше достояние И на сегодняшний день я уверен в том, что вот законодательная база Российской Федерации, законодательная база Республики Крым Предусматривает реализацию всех законных прав и интересов всех национальных групп у нас в Республике Ну и в целом, конечно, в Российской Федерации Скажите, а вот все-таки какие-то есть проекты, которые реализуются в этом направлении? Какие-то интересные, быть может? Вы знаете, после возвращения Крыма в состав Российской Федерации Буквально сразу же глава Республики Сергей Владимирович Аксенов Подписал распоряжение о создании Дома Дружбы Народов Это государственное бюджетное учреждение И я вам хочу сказать, вот будучи в составе Украины Мы много лет добивались, чтобы такое учреждение было создано Которое могло бы в полной мере оказывать содействие в реализации своих проектов Национальным культурным объединением В 2014 году такое распоряжение было подписано Дом Дружбы создан А где он располагается? Он находится у нас в городе Симферополе по улице Пушкина 20 Сегодня Дом Дружбы Народов имеет квалифицированные кадры В области культуры, национальных взаимоотношений И мало того, в бюджете Республики предусматриваются средства Которые Дом Дружбы Народов реализует для того, чтобы национально-культурные объединения Могли проводить свои национально-культурные мероприятия Культурологические мероприятия, конференции, съезды и многое-многое другое Сегодня я считаю, что это центр национальной культуры И сегодня этот центр тот, который занимается воспитанием детей и молодежи В национальном, патриотическом духе Это учреждение очень важное для нас, для крымчан Ну и потом, не могу сегодня не отметить и указ президента Российской Федерации О реабилитации депортированных народов Опять же, возвращаясь к Украине, не могу не вернуться к Украине Более 20 лет национальные объединения армян, болгар, греков, крымских татар, немцев Добивались от правительства Украины принятия указа о реабилитации этих народов К сожалению, все это было тщетно И вот только после возвращения Крыма в состав России Буквально сразу был подписан указ президента о реабилитации этих народов Мало того, это не пустой указ После выхода указа была принята федеральная целевая программа Направленная на решение реабилитационных вопросов этих народов Она предусматривает более 10 миллиардов рублей Я вам хочу сказать, что сегодня эта программа реализовывается Строятся сегодня жилые дома, многоквартирные, дороги, водопроводы, газопроводы Культурологические центры Объем работы действительно очень большой Но вот эта программа, я считаю, что она должна до 2025 года закрыть те вопросы Которые сегодня не решены были в течение более 20 лет в Украине Действительно, скажите, а вот какие мероприятия можно посетить в Доме Дружбы Народов? Какие народы, собственно, там бывают? Ну, вы знаете, вот практически все национально-культурные автономии регионального уровня Имеют партнерские отношения с Домом Дружбы Не просто это на словах, это подписаны договоры о партнерстве И мероприятия проходят очень много Порядка в прошлом году, порядка 170 мероприятий культурологического характера Провел Дом Дружбы совместно с национально-культурными объединениями Вы знаете, вот практически каждый день, буквально вот недавно проводили праздник Вардавар Это армянский праздник в монастыре Сурбхач Ну, примерно более 2000 человек было участников Это достаточно масштабное массовое мероприятие Мало того, в нем принимали участие не только представители армянской диаспоры проживающих Да, это были и немцы, и русские, и белорусы То есть, это сегодня, вот эти национальные праздники, они становятся праздниками всех крымчан Ну, посмотрите, тот же праздник Хадр-Лес Да, масштабный был Какой масштабный праздник был, правда? Игорь Константинович, извините, перебью вас, потому что осталось, к сожалению, буквально полминутки Я попрошу вас обратиться ко всем крымчанам с призывом к дружбе, любви и взаимопониманию Дорогие крымчане, наш Крым – это жемчужина России И, конечно же, в Крыму должно у нас быть мир, взаимопонимание и согласие И крымчане сделали для этого все И сегодня у нас действительно мир и действительно в единстве процветание Крым сегодня развивается динамично не только в экономическом плане, но и в культурологическом, и в межнациональном И я желаю всем мира, согласия, добра на нашем полуострове Большое вам спасибо Да, мы благодарим за такие теплые слова и полезную информацию нашего гостя И напоминаем вам, что сегодня в студии был Юрий Константинович Гемпель Председатель комитета Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям Но мы двигаемся дальше, потому что время не ждет Чем сегодняшний день славен в ретроспективе? Какие уникальные события произошли много лет назад? Давайте узнаем из следующего сюжета 20 августа 1619 года в Америку из Африки доставили 20 первых темнокожих людей, которых продали в рабство С этого момента и вплоть до 1865 года использование невольнического труда было основой экономики Соединенных Штатов Манифест о полной отмене крепостного права подписал Авраам Линкольн в 1862 году, что повлекло за собой гражданский конфликт После победы над Южными Штатами рабство было упразднено Последним ратифицировал отмену штат Миссисипи в 2013 году В этот день, 385 лет назад, Василий Бурцев издал московское пособие для обучения грамоте Позднее эту книгу назовут «Азбука» В его оформлении впервые использовали красный цвет, выделяющий буквы, слоги и названия разделов букваря Особое внимание уделили шрифтам и построению каждой страницы Дополнены разделы по грамматике и орфографии 20 августа 1721 года запущены фонтаны и каскады Петергофа Возведенный почти три века назад, дворцовый ансамбль имеет одну из крупнейших в мире фонтанных систем 147 действующих водных конструкций Петергоф вместе с рядом других памятников Санкт-Петербурга образует единый комплексный объект Внесенный в 2018 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО 20 августа 1741 года русским мореплавателем Витусом Берингом открыто побережье Аляски Почти сто лет эти северные территории находились под управлением русско-американской компании Однако события Крымской войны показали незащищенность восточных рубежей Чтобы не потерять эти земли даром, их решили продать Соединенным Штатам Америки Сделку оформили 30 марта 1867 года в Вашингтоне В этот день в 1779 году родился Йонс Берцелиус, шведский химик Великий ученый вошел в историю как автор современных символов химических элементов И первооткрыватель Церия, Селена и Тория Ввел в обращение термины аллотропия, изометрия, каталис Разработал основные понятия электрохимии 20 августа 1897 года британский врач Рональд Росс Обнаружил возбудителя малярии, плазмодия фальципарум С болезнью люди сталкиваются на протяжении последних 50 тысяч лет До сих пор от инфекции умирает 3 миллиона человек в год Эффективность существующей вакцины крайне невысокая Меньше 40% 20 августа 1912 года Томас Эдисон патентует фонограф Прибор, позволяющий записывать и воспроизводить звук Акустические волны фиксируются на специальной пластинке в виде дорожки углубления При воспроизведении игла, двигаясь по прорезанной канавке, передает колебания на упругую мембрану Которая, в свою очередь, воссоздает звук Ира, ну вот скажи, какой же у тебя любимый фрукт? Среди прочих, пожалуй, яблоко Знаешь, я совершенно не удивлен, потому что твоя прародительница Ева тоже очень любила яблоки Но есть у меня еще одна хорошая новость Дело все в том, что в Крыму стартовал сезон сбора этого прекрасного фрукта В США я слышала, что около 100 тысяч тонн собираются собрать яблок на территории Крымского полуострова Абсолютно верно И нужно сказать, что наш климат теплый и сухой Он способствует произрастанию самых драгоценных сортов Таких как Golden Delicious, Gala, Granny Smith, ранний ранец Симиренко, Fuji Ну, в общем, все самое вкусное растет только у нас Это очень интересно А я уверена, что наш мобильный корреспондент Ольга Литвиненко, которая сейчас находится на улицах Симферополя Тоже найдет нам что-нибудь интересненькое и обязательно расскажет Доброе утро, Ольга, вещайте Доброе утро, Оля Доброе утро, коллеги На календаре сегодня 20 августа Ну что ж, интернет все-таки вещь непостоянная и иногда сдает сбои Ну, я думаю, что расстраиваться не стоит, потому что интернет хоть и дает сбои Но, тем не менее, все равно является тем местом, где можно найти массу интересного Ты знаешь, к чему я клоню? К тому, чтобы наши телезрители могли увидеть, что же еще интересного на просторах интернета Можно найти и узнать для себя в следующем сюжете Санкт-Петербург принято считать серым и хмурым городом Но в это воскресенье северная столица окрасилась сотнями оттенков красного Здесь прошел традиционный испанский праздник – томатина Участники, разбившись на два лагеря, закидывали оппонентов спелыми томатами Всего для проведения торжества организаторы закупили 20 тонн помидоров у фермеров из южных регионов России Болгоградская, Астраханская областей и Краснодарского края В свете последних событий многих россиян стало беспокоить то, как именно выглядит аварийный трап самолета И что с ним нужно делать Сотрудники авиакомпании показали всю мощь этого надубного приспособления Судя по видео, в момент, пока пандус разворачивается, лучше держаться в стороне В строительной работе и женщины понятия не всегда совместимые Жительница Центральной Африканской Республики решила отгородиться от соседей каменной стеной Потратила массу материалов и труда Но, судя по смеху автора видеоролика, все придется переделывать Популярный японский блогер в сговоре со своим дедушкой решил разыграть бабушку Пожилая женщина долго не замечала прикрепленного к потолку внука А увидев, очень не спугалась Такими шутками неровен час потерять близкого человека И все ради хайпа в интернете Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Щенком породы Алабай Песика зовут Айк и ему 4 месяца Сейчас животное обживается в новом доме Гвоздачи в горках В комментариях к видео пользователи сети шутят У пушистого питомца большое будущее В британском городе Дитко демонтировали старую угольную электростанцию Зрелищное событие, контролируемый взрыв собрал сотни любопытных Не каждый день увидишь падение 150-метровых башен Однако что-то пошло не так В ходе операции взрывная волна повредила электрический столб В результате без света остались более 40 тысяч человек Дворец Ласточкино гнездо закрыт для посещения в связи с реконструкцией Летом 2017 года были проведены геологические работы По их результатам эксперты пришли к выводу, что скала Аврора, на которой уже больше века стоит замок, находится в удовлетворительном состоянии Напомним, что внутренности замка посмотреть не получится Но тем не менее, никто не запрещает подойти к самому дворцу и посмотреть его смотровую площадку Откуда открывается потрясающий вид на панораму бухты Ялта Напомним, что скала Аврора возвышается на 40 метров над уровнем моря И это одно из самых красивых мест южного берега Крыма Ну а наш южный берег действительно полон красивых мест И об одном из них расскажет наш корреспондент Ольга Литвиненко Раз, два, три, так немножко расширим, так сюда, да Количество комфортабельных отелей растет с космической скоростью А любителей дикого отдыха на морском берегу не становится меньше Как и прежде, тысячи людей едут в Крым с рюкзаками и палатками ради единства с природой вдали от шумного пыльного мегаполиса А если заварить чашку ароматного крымского чая Удобно расположиться с ней на прогретых солнцем камнях Всемирские заботы быстро начинают казаться не такими уже и важными Отдых дикарем не теряет своей актуальности Ведь что может сравниться с завтраком, обедом и ужином на свежем воздухе, да еще с таким видом? Одно из излюбленных мест гостей полуострова – бухта Ласпи Укрытый с трех сторон, горами уютный пляж привлекает своей уединенностью Очень нравится природа Сочетание горы, моря, вода очень чистая Качество пляжика, галечка миленькая, вот такая вот прекрасная Что тебе еще нравится? Потому что рядом море Там тоже много животных, рыбы, краба Много раз был, потому что здесь такая уединенная, все же мало отдыхающих Хорошая турецкая поляна наверху, можно погулять, походить Сергей Матвеев уже не в первый раз выбирает полуостров в качестве курорта Вот только в этот раз из шумной Москвы он приехал не один, а со своими детьми и внуками Очень хотел, чтобы младшие прочувствовали, как это оказаться наедине с дикой природой Решили, раз Крым еще давно не видели, мы решили проехать все побережье Вот мы приехали, мы морское, из морского приехали в Ялту Вот, и мы остановились здесь, чистое море, красивая природа Но туристы замечают не только плюсы, но и минусы отдыха в бухте Природные красоты портят мусорные кучи, зловоние и тучи мух Многие приезжают на машинах, но я так понимаю, что просто-напросто ленятся за собой убирать А ведь до контейнеров не больше ста метров Нужно всего лишь беречь то, ради чего ты сюда приехал Надеяться на коммунальные службы не приходится, территорию убирают нечасто Государственным автономным учреждением города Севастополя, Севастопольский лесхоз Вывозится ежемесячно, где-то 2-3 раза в месяц Бытовой мусор, смет массового отдыха граждан Которые закреплены городом Севастополем бесплатно для наших граждан Но мусорная не единственная проблема бухты Если свернуть с дороги и прогуляться по лесу, можно увидеть редкие растения Возраст там более тысячи лет Уникальный климат Южнобережья сложился именно благодаря им А недобросовестные туристы пускают их попросту на дрова В Ласпийском урочище произрастают краснокнижные растения За уничтожение которых грозит административная ответственность Вот, например, можжевельник высокий Это дерево считается настоящим крымским целителем Растения выделяют фитонциды, обладают бактериальными свойствами И, к сожалению, очень медленно растет Гостям полуострова будет полезно узнать, что за вырубку таких деревьев Нарушителям грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей Ольга Литвиненко, Рустам Файзулин Утро нового дня Сейчас я хочу поговорить с вашим телевизором Друг, так дальше нельзя Пойми, ты вырос из этих штанишек Тебе нужен новый уровень Пора переходить на цифру Сейчас я тебе все объясню Это часть экрана, аналоговое вещание Здесь все понятно А это, это цифра Видишь разницу? И это касается не только изображения Но и звука А еще у тебя появится возможность выбора 27 телеканалов В идеальном качестве Абсолютно бесплатно Чеки за банклату? Ты серьезно? Забудь о них! Добро пожаловать в эру цифрового телевидения Нравится? Приставка Т2 Твой проводник в цифровой мир Остались вопросы? Звони по этому номеру Ну что, готов? Ну вот все-таки удивительно Как оказывается, даже в заповедных местах Люди оставляют для собой мусор Спасибо Ольге Литвиненко, что поведала нам о такой проблеме Да, действительно На улицах Симферополя Ситуация абсолютно такая же Многие выбросывают мусор Не задумываясь о том, в какой атмосфере Все же мы находимся Тема стихийных свалок, как мы знаем, до сих пор не решена Но я знаю, что у нас гость есть Который готов подробнее рассказать о том, как же эта проблема решается А в студии у нас сегодня Александр Анатольевич Сушко Исполняющий обязанности директора Муниципального унитарного предприятия «Экоград» Потому что этот человек стоит на страже того, чтобы наш Симферополь стал славным, чистым Настоящей южной столицей, одним словом Я тоже уверена на сто процентов Доброго вам утра Доброго утра Ну традиционный вопрос Как начинается у вас утро нового дня? У нас утро начинается каждый день Скажем так, по определенному Утвержденному плану У нас предприятие работает круглосуточно То есть И производится вывоз мусора Первую смену, это с 5 утра выход техники производится И во вторую смену с 16.00 Поэтому Хотелось бы, чтобы все учитывали И люди понимали тоже, что Одномоментно вывоз твердых коммунальных отходов Не осуществляется Он осуществляется в течение всех суток Я должен сказать, что прямо сегодня я проснулся рано-рано утром Для того, чтобы попасть на эфир И как раз проснулся от того, что где-то на улице работал Наверное, ваш какой-то транспорт Который гудел и собирал мусор Транспорт работает постоянно Техника на предприятии на сегодня находится В довольно-таки В нормальном техническом состоянии У нас есть небольшой резервный фонд Все-таки техника выходит из строя А вывоз коммунальных отходов прекратить Просто невозможно Его надо постоянно осуществлять Это продукт жизнедеятельности людей Тем более сейчас сезон отпусков В республике В городе Семьерово Очень много гостей Поэтому... Расскажите, пожалуйста, как же обстоят дела С несанкционированными свалками Вот у нас на Крымском полуострове Есть такая вообще проблема? Да, существует Я скажу, что мы производим организованный вывоз То есть наше предприятие Занимается вывозом твердых коммунальных отходов С площадок общего пользования То есть это обустроенные площадки Где производится накопление А потом вывоз, транспортировка На полигон твердых отходов С селу Тургенево Это Белогорского района У нас там полигон С которым осуществляем мы работу Мы сегодня работаем с единым оператором Все, наверное, знают С 1 января в Республике Вообще в Российской Федерации Вступило новое законодательство В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Поэтому у нас договорные отношения С единым оператором Это государственное монетарное предприятие Крымэка Ресурсы Мы заключили с ними контракт На осуществление такой услуги Как сбор и транспортировка Твердых коммунальных отходов Что касаемо стихийных свалок Они, к сожалению, имеют место Эти накопления даже по городу Симферополь Мы понимаем, анализируем, видим Особенно на въездах центральных в столицу Наших центральных магистральных дорог На въездах часто происходит накопление Несанкционированное, так называемое Вывоз стихийных свалок осуществляется За счет бюджетных средств То есть определяются эти очаги Проводится тендер Определяется перевозчик И таким образом ликвидируются стихийные свалки Александр Анатольевич, скажите Существуют какие-то еще проблемы С которыми сталкивается Ваша служба? Проблем, естественно, много Потому что твердые коммунальные отходы Это проблема, скажем, не только нашего города Все это понимают И на сегодняшний день Мы видим, как преображается город Администрация, все администры Нацеливают свою работу На то, чтобы жизнь людей Была лучше и, самое главное, красивее Много проводится работ В том числе и по благоустройству Но никогда не будет никакого внешнего вида достойного Если будет грязно в городе Поэтому, скажем так, и отношения людей Многое люди На сегодняшний день у нас Помимо вывоза контейнеров Объемом 1,1 метра кубических Наше предприятие расставило по городу 90 контейнеров для сбора Крупногабаритного и строительного мусора Это такие, так называемые, лодочки Объемом 8 кубических метров Это вот такие огромные железные, как ковши, да? Да, да И 10, это объемом 17 кубических метров Но, к сожалению, часть людей Ну, не будем акцентировать Основная часть людей Это добропорядочные, нормальные, хорошие люди Которые любят свой город Любят чистоту Но некоторые просто производят навалы Даже рядом с этими лодочками Не потрудившись Просто бросить их Поэтому это вызывает дополнительные расходы Надо привлекать технику Погрузчики, бригаду высылать Потому что подбор земли, естественно И внешний вид портит И удорожание услуги происходит То есть правильно я понимаю, что любой человек Который, особенно живет в частном секторе Если, например, спиливает старое дерево То он может абсолютно законно Разместить спиленные ветки Вот в этом вот люльке Абсолютно правильно У нас на наших площадках общего пользования Размещены информационные таблички На которых указаны телефоны Там, кстати, не только наше предприятие Это те предприятия, которые Оказывают услуги по вывозу крупногабаритного Строительного мусора Но, естественно, что такой заказ Люди могут осуществлять Когда есть значительный объем Если это не значительный объем Для этого мы выставили лодку И предоставляем эту услугу Это, скажем, дополнительное Бременно ложится на предприятие Но понимая, что Просто человек не будет заказывать Из-за двух мешков строительного мусора Объемом 8 метров лодку Поэтому Мы с этой целью Да, и они расставлены по городу Скажите, а вот те люди, которые Все-таки негодяи Которые позволяют себе Вот так вот небрежно относиться К чужому труду Существует ли для них Какая-то мера наказания? Да, мы установили На некоторых площадках Проведя определенный анализ Мы отследили Такие очаги накопления Где происходят часто эти случаи Мы установили камеры видеонаблюдения С нами сотрудничают работники ГИБДД А также наш департамент Административно-технического контроля Мы направляем туда Номера машин, которые отснимаются Выявляются хозяева Составляются протоколы Но, скажем, не хотелось бы идти по этому пути Потому что, во-первых, это неприятно Сюда, да, штрафные шансы Не всегда Вот создать какую-то Ну, не знаю, ситуацию нетерпимости Делать замечания Когда будут люди понимать Что, выбрасывая Он встречает непонимание Других граждан Я думаю, это больше эффект будет Вот про создание Скажите, возможно, какие-то еще проекты Вы планируете создавать Для улучшения экологической ситуации? По экологической ситуации Сегодня направлено И деятельность администрации Направленная Совета министров Происходит на сегодня обустройство И ремонт существующих контейнерных площадок То есть, чтобы они были закрытого типа Чтобы контейнера там не происходил Раздувание ветром мусора То есть, помимо того, что Дополнительно Извините, вынужден вас прервать У нас, к сожалению, жесткий выход На рекламный блок Который начнется буквально через 30 секунд Просто пожелайте крымчанам Какого-то внимания К мусорной проблеме у нас Да, желание одно Чтобы мы любили свой город Чтобы мы уважали себя Чтобы мы жили достойно Как все цивилизованные люди В чистоте, порядке И чтобы было красиво на улице Большое вам спасибо Напоминаем, что в гостях нашей студии Александр Анатольевич Тушко Исполняющий обязанности директора Муниципального учреждения Муниципального учреждения Муниципального учреждения предприятия Экоград Вот, благодарим за информацию Спасибо Депутаты и общественники Поддержали идею запрета Использования телефонов школьниками И даже предложили такую идею Чтобы разработать для школьников Специальный смартфон Как думаешь, как будет называться? Я бы назвал как-нибудь со словом школа Школфон Ну что ж, прекрасная мысль Я считаю, кстати говоря Полностью поддерживаю чиновников В этом вопросе Потому что интернет это такое место Где всякие прелести есть Которыми прельщатся Особенно школьникам нельзя Но для этого существуют наши корреспонденты Которые отбирают наиболее ценные А главное, достоверные новости Собирают в отдельной рубрике Одна из них Крымонлайн То, о чем говорит крымский интернет Сегмент интернета Прямо сейчас В Симферополе камеры наблюдения Зафиксировали ограбление В одном из магазинов Казалось бы, что таким поступком Уже никого не удивишь Женщина незаметно утянула С прилавка контейнер с деньгами Пока продавец исчезла из поля зрения Вот только средства, которые так легко достались Злоумышленницы Предназначались тяжелобольным детям Может, увидев себя в нашей рубрике Она раскается и вернет пожертвования Светофор, который вот-вот убежит Речь идет о регулировщике На улице Гагарина в крымской столице На самом деле, такой эффект Создает дополнительная железная опора Погнутая за аварии Ночью в Ялте на улице Красноармейской Можно было увидеть необычное световое представление И это не выступление уличных артистов Или послание от НЛО Это короткое замыкание оголенных проводов Пайр-шоу сразу привлекло внимание прохожих Симферопольцы в социальных сетях Обратили внимание на плачевный вид Водонапорной башни На территории психиатрической больницы Архитектурный памятник действительно Находится в аварийном состоянии Окна и двери заколочены А жаль, ведь постройка уникальна Своей резьбой в виде арабской вязи Ночью на крымской границе Задержали непрошенного гостя Им оказался житель Украины Который хотел попасть на территорию России Тайков Только мужчина не учел Что в этот момент за ним наблюдали Десятки видеокамер Пограничникам понадобилось буквально Несколько секунд Чтобы задержать путешественника-нарушителя Напомним, что подобные камеры Установлены в Крыму Вдоль всего участка границы С сопредельным государством На набережной Салгира В Симферополе, где вовсю идет ремонт Вернули чугунные ограды Ремонтники не стали срезать замки Которые там оставляли влюбленные Более того, символы вечной любви Заботливо упакованы в пакеты Крымские водители оценили Не только новую объездную мимо леводков Но и зеленый ковер вдоль трассы И правда, хоть и сорняковая трава Но смотрится ярко Другое дело, что автор данного ролика Усмотрел в ней амброзию Спорить не будем, но если это так, присылайте нам видео подтверждение А мы напоминаем вам, что находимся на 16 этаже жилого комплекса «Альфа» За эту прекрасную и необычную съемочную площадку Мы благодарим наших партнеров Напоминаем, что декорациями сегодня у нас служит город Симферополь Который только просыпается Нужно сказать, что время подходит уже почти восьмому часу Скоро мы уйдем на перерыв Но перед тем, как уйдем на перерыв Я предлагаю поговорить на очень деликатную тему Дело все в том, что меценатство является неотъемлемой частью русской культуры И русской души Помощь тем, кто в ней нуждается Стефан Филатов, наш корреспондент Разобрался в этой теме И готов с вами, дорогие друзья, поделиться О историей о настоящих меценатах Людях, которые помогают другим людям Школы, больницы, театры и музеи Для многих людей все это просто детали привычного городского антуража Однако огромное количество таких сооружений хранят свои уникальные истории Многовековая история Крыма насчитывает сотни имен, чьи заслуги не должны быть забыты Один из них – Петр Ионович Губонин Все на благо Родины и народа О судьбе человека, который посвятил свою жизнь развитию полуострова Можно говорить много Можно и нужно Именно это стало главной темой собрания круглого стола В Государственном комитете по делам архивов Республики Крым Он был первопроходцем во многих областях Рисковал и добивался успеха, не требуя ничего взамен Петр Ионович строил железные дороги там, где о них никогда и не слышали Вместе с поездами в Крым попадали материалы, которые обеспечивали технологический прогресс в медицине и в различных видах пищевого производства Я считаю, что этот человек достоин, чтобы его помнили Потому что он много сделал не только для Крыма, но и для России Именно на таких людей держится Россия За семь отведенных на доклад минут собравшиеся делятся, казалось бы, невероятными фактами Подчеркнуть что-то новое для себя Здесь могут даже те, кто давно интересуется достижениями одного из наиболее выдающихся меценатов полуострова Я читала, что он построил и Симферопольский, и Севастопольский воздал за собственные средства Но вот специалисты говорят, что Севастопольский нет Мне бы очень хотелось узнать достоверную информацию от людей, которые занимаются профессионально Не откуда-то с Википедией или там из журнала Служить народу Губонин начал после своего 30-летия Только в этом возрасте он выкупил себя из крепостных Переехал в Гурзуф, открыл там семь гостиниц В результате чего этот курорт стал самым масштабным в Российской империи Эта задача наша главная Вот тот духовный мост, те традиции, которые были заложены нашими предками Чтобы они сегодня культивировались в наше время, в нашем обществе По итогам встречи собравшиеся предложили ввести в Крыму тематический школьный курс Ведь Петр Губонин только один из тех, чьи поступки перевернули привычный ход жизни на полуострове Стефан Филатов, Максим Турчев, Утро нового дня Доброе утро всем тем, кто встречает уже второй час этого дня вместе с нами Но надо сказать, что небольшие кадровые изменения все-таки произошли Да, вот они чудеса телевидения, когда сначала один человек в экране, а потом словно по мгновению палочки появляется совсем другой Кстати, я, Саша, очень соскучилась и не могла смотреть со стороны на тебя и на твою новую соведущую Поэтому все-таки решила, что второй час я составлю тебе компанию Я признаюсь, честно, тоже очень скучал, хотя, конечно, мне было очень лестно почувствовать себя настоящим героем Героем под сенью девушек в цвету Да, но это очень хорошо, что у нас появляются новые ведущие, новые лица, способные, талантливые ребята, которые готовы Нам, старикам, прийти на замену Прийти на замену, это точно Ну что же, давайте от шуток перейдем к серьезным темам, потому что новости не ждут, как говорится Найти дом без номера, а улицу без названия Это все-таки похоже на какой-то такой злой квест Но совсем не до шуток, когда речь идет о медицинской помощи или пожарной службе Здесь каждая минута буквально на счету Да, иногда эти драгоценные минуты, потраченные на поиски, оказываются просто решающими И Республиканское управление статистики обратилось к местным администрациям с требованием привести в порядок адресное хозяйство Тему продолжит Николай Уваров Антон Вичкан за рулем скорой помощи около года Думал сложнее всего освоить экстремальное вождение Однако на практике выяснилось, найти нужный адрес еще труднее Стучимся во дворы, узнаем адрес и примерно, где находится нам нужный адрес Бригада скорой помощи уже в пути ищет нужный адрес с помощью навигатора Медики привыкли, номер есть далеко не на каждом здании Когда поступает вызов, это влияет на оперативность наших действий На то, как быстро мы сможем, собственно говоря, найти место происшествия От этого зависит не просто оперативность, но и жизнь человека Пожарные, медики, почта и полиция давно уже призывают навести порядок в адресном хозяйстве Машина скорой помощи, приезжая на вызов, она, подъехав к зданию с одной стороны, объезжает его с другой стороны Табличек нет, могут не найти никак Сами понимаете, что это лишнее движение и лишнее уходит время А за это время можно потерять человека В рамках подготовки к переписи населения в 2020 году Крымстат призвал руководителей региональных администраций полуострова Обозначить все безымянные дома аншлагами, табличками с названием улицы и номером дома Путешествие или поездка по работе без навигатора сегодня просто невозможно Без топонимических указателей у вас есть все шансы просто заблудиться в незнакомой части города Но что делать, если сигнал слабый или его вовсе нет? Приходится действовать по старинке Добрый день, молодой человек, извините, вы не подскажете, на какой улице мы находимся? Не, не подскажу, вот сам выясняю Но и это не всегда эффективно Новые постройки, коммерческие и государственные учреждения все имеют аншлаги на фасадах С частными и старыми многоквартирными домами все гораздо хуже Встречается целый ряд улиц, которые не имеют ни названия, ни нумерации Это, конечно, очень такой тревожащий аспект Есть номера домов, которые повторяются трижды И даже в такое число входят даже многоквартирные жилые дома Обозначить свой дом и квартиру можно, конечно, и самому Достаточно нанести надпись краской с помощью трафарета Это дешевле, чем заказ таблички Главное не забывать следить за состоянием такого обозначения Особую сложность представляют многоквартирные дома Старой планировки Здесь, как правило, несколько дворов И найти нужную квартиру без указания номера дома крайне затруднительно Николай Уваров, Олег Черемисин, Новости 24 Медовый Крым Более 8 миллионов рублей республика выделила на грантовую поддержку на челающих пчеловодов Нашу сладкую продукцию признали одной из лучших в России На пасеке побывала и наш корреспондент Елена Байрамова Поскольку сейчас уже у нас практически осень Пчела будет злиться, когда мы к ней полезем в гнездо Поэтому без дымаря лучше этого не делать Мы сейчас разожжем дымарь Насекомые станут не такими агрессивными А значит, вероятность укуса минимальная Пчеловод Игорь Пестов в сладком деле 12 лет Решил продолжить семейную династию По наследству получил и секреты Главное не жадничать То есть, во-первых, не отбирая все подряд Я обычно так Допустим, у меня гнездо находится обычно два нижних корпуса Вот это вот здесь в основном мед Поэтому я в гнездо не отбираю никогда гнездо Все, что они в гнездо собрали, это им останется Качать мед начинают с середины августа До двух килограммов можно собрать с такой рамки Проверить его качество можно не только в лабораторных условиях Хороший мед, он складывается вот так вот горкой И вот с ложечки он тянется, тянется До самой тоненькой-тоненькой ниточки А это ноу-хау Снизу ульи, а над ними деревянная лежанка Место отдыха и релакса Внутрь поступает воздух из ульи Это очень полезно для дыхательных путей Здоровления вообще Ну и там вот эта вот вибрация, когда вот работают пчелы Она очень благотворно влияет на, ну как минимум на настроение К тому же это безопасно Пчелы сюда не залетают Некоторые свою пасеку выгуливают, вывозят в лес или в поля У Игоря все на дому В год 20 семей приносят от 200 до 400 литров меда Урожай зависит от цветения и насколько год выдался засушливым или нет Пчеловоды считают этот сезон достаточно успешным И запасов этого продукта, который вкусный, полезный, при этом никогда не портится Хватит надолго По вкусу продукция крымских производителей заняла второе место в рейтинге России Уступив только Башкирии Опрос среди жителей страны провел известный туристический портал В республике ставки на мед серьезные Разработан 56 порядок постановления Министерства сельского хозяйства Республики Крым Это грантовая поддержка В настоящее время 6 пчеловодческих хозяйств подали на грант Грант составляет до полутора миллионов Сумма поддержки по этим предприятиям составляет 8,1 миллион рублей В прошлом году пчеловоды собрали свыше тысячи тонн сладкого урожая По предварительным подсчетам в этом году цифры будут значительно выше Елена Байрамова, Олег Черемисин, Андрей Трещук Новости 24, Симферопольский район Новости 24, Симферопольский район Мечта моя, неси меня На крыльях сильных и надежных Как ангел, будь со мной всегда Ведь без тебя мне невозможно Внимание, кастинг на первый в Крыму шоу-конкурс для детей от 7 до 14 лет Хореография, вокал и оригинальный жанр 9 сентября Симферополь 11 сентября Феодосия 13 сентября Евпатория Раскрой свои таланты Ну раз мы сегодня и начали говорить о чудесах телевидения То именно эта магическая сила позволяет нам начинать утро Вот на таком необычном месте На крыше 16-этажного здания Именно здесь находится наша импровизированная студия Жилого комплекса Альфа За это мы благодарим наших партнеров Что сегодня декорациями нам является Симферополь Который просыпается Саля, ну вот судя по всему погода сегодня летная Это действительно так Но давай все-таки не будем гадать А предложим посмотреть нашу следующую рубрику И благодаря которой мы сможем точно узнать Синоптическую картину сегодняшнего дня Синоптическую картину Синоптическую картину Синоптическую картину Ну действительно погода как оказалась летная Это значит что как раз таки сегодня можно совершать путешествие Но также можно отправиться в аэропорт наш Симферополь По другому случаю Да, там сегодня открылась международная выставка заслуженного художника России И уже сегодня там установлено 18 бронзовых и мраморных скульптур Они посвящены как выдающимся личностям нашей страны Так и выдающимся событиям связанным с нашей страной Художника зовут Роман Фашаян Он является еще и дополнительно своей основной деятельностью скульптора Еще и директором Московской детской художественной школы Так вот с собой вместе со скульптурами Он привез лучшие работы учеников И они тоже дополнят экспозицию Да, они выполнены в самых разных техниках Например, карандаш, гуашь, масло В общем, все это будет доступно уже после 12 часов дня После полудня, поэтому можно будет присоединиться Посмотреть на эту выставку Она называется, если быть более точным, защитником русской земли И стоит отметить, уже ездит по городам России 17-го года И вот наконец-то добралась и до нас Еще раз подчеркнем, что тематика оборачена к военному, героическому прошлому нашей страны Но нужно сказать, что, наверное, все-таки с учетом того, что сейчас ремонтируются центральные улицы Добраться к нашему аэропорту может показаться некоторой сложностью Потому что транспорт идет в обход Да, и кстати, поэтому мы рекомендуем все-таки перед тем, как вы отправитесь Если вы отправляетесь в аэропорт, конечно же, делать это намного заранее И заранее продумывать свой маршрут Ну, а мы вам в этом поможем Как именно вам лучше всего будет двигаться Если вы будете направляться в сторону железнодорожного вокзала То это легче всего сделать по проспекту Кирова Далее выехать на улицу Менделеева И оттуда уже по Суворовскому спуску Именно так будет ехать и общественный транспорт От железнодорожного вокзала Общественный транспорт направится по улицам Карла Маркса, Жуковского и Самокиша Там пройдут следующие маршруты 25, 52, 57, 60, 81, 89, 91, 98 и 99 Да, ну вот стоит отметить, что уже ремонтные работы Вовсю, можно сказать, кипят Они начались в ночь с 16 на 17 августа И, как уже рассказывает сам подрядчик Там работают в ночную и дневную смену по 15 человек То есть в сумме это получается около 30 И все они стараются успеть к сроку А я напомню, у нас вчера была гостья, которая сказала Это примерно конец ноября Вот именно к этому сроку они и хотят завершить все работы А я еще раз напомню, что наверняка, конечно, у многих жителей полуострова и крымской столицы Ремонт вызывает некоторые неудобства Но стоит потерпеть, потому что мы пережили ремонт центральных улиц Кирова и Севастопольской И хотя были нарекания, с другой стороны, сейчас эти улицы гладкие, как паркет Быть может, в очень скором времени и улица Александра Невского станет нашей гордостью Вообще в Крыму очень много гордостей, особенно на Южном берегу И, конечно же, я имею в виду в первую очередь природные памятники Да, например, такие, как бухта Ласпи Я, кстати, там еще никогда не была, Саша Вот к удивлению, наверное, несмотря на мой возраст Но действительно, сколько мне удалось уже объездить Крым А вот именно эту бухту я как-то не уделила внимания А я скажу больше, я там бывал Там реликтовая можжевеловая роща и остатки греческого поселения И совсем правду расскажу тебе тайну даже, можно сказать Я нашел там осколок, амфоры Абсолютно очевидно с этого древнего городища она Поэтому вот такой памятник Ты целенаправленно искал? Как черный археолог? Нет, я не черный археолог, спасибо Нет, просто шел, она оказалась под ногами И ты оставил, наверное, о себе как сувенир ее, да? И теперь периодически туда возвращаешься Вспоминаю бухту Ласпи Ну, в общем, для тех, кто был или не был в этом чудесном месте Мы предлагаем оказаться там прямо сейчас Не покидая своих комнат Раз, два, три Так, немножко расширим Так, сюда, да Количество комфортабельных отелей растет с космической скоростью А любителей дикого отдыха на морском берегу не становится меньше Как и прежде, тысячи людей едут в Крым с рюкзаками и палатками Ради единства с природой вдали от шумного пыльного мегаполиса А если заварить чашку ароматного крымского чая Удобно расположиться с ней на прогретых солнцем камнях Всемирские заботы быстро начинают казаться не такими уже и важными Отдых дикарем не теряет своей актуальности Ведь что может сравниться с завтраком, обедом и ужином на свежем воздухе Да еще с таким видом Одно из излюбленных мест гостей полуострова – бухта Ласпи Укрытый с трех сторон горами уютный пляж привлекает своей уединенностью Очень нравится природа, сочетание горы, моря, вода, очень чистое Качество пляжика, галечка миленькая, вот такая вот прекрасная Что тебе еще нравится? Потому что рядом море, там тоже много животных, рыбы, краба Много раз был, потому что здесь такая уединенная, все же мало отдыхающих Хорошая турецкая поляна наверху, можно погулять, походить Сергей Матвеев уже не в первый раз выбирает полуостров в качестве курорта Вот только в этот раз из шумной Москвы он приехал не один, а со своими детьми и внуками Очень хотел, чтобы младшие прочувствовали, как это оказаться наедине с дикой природой Решили, раз Крым еще давно не видели, мы решили проехать все побережье Вот мы приехали, мы морское, из морского приехали в Ялту Вот, и мы приехали, остановились здесь, чистое море, красивая природа Но туристы замечают не только плюсы, но и минусы отдыха в бухте Природные красоты портят мусорные кучи, зловоние и тучи мух Многие приезжают на машинах, но я так понимаю, что просто-напросто ленятся за собой убирать А ведь до контейнеров не больше ста метров Нужно всего лишь беречь то, ради чего ты сюда приехал Надеяться на коммунальные службы не приходится, территорию убирают нечасто Государственным автономным учреждением города Севастополя, Севастопольский лесхоз Вывозится ежемесячно, где-то 2-3 раза в месяц, бытовой мусор Смет массового отдыха граждан, которые закреплены городом Севастополем Бесплатно для наших граждан Но мусорная не единственная проблема бухты Если свернуть с дороги и прогуляться по лесу, можно увидеть редкие растения Возраст там более тысячи лет Уникальный климат Южнобережья сложился именно благодаря им А недобросовестные туристы пускают их попросту на дрова В Ласпийском урочище произрастают краснокнижные растения За уничтожение которых грозит административная ответственность Вот, например, можжевельник высокий Это дерево считается настоящим крымским целителем Растения выделяют фитонциды, обладают бактериальными свойствами И, к сожалению, очень медленно растет Гостям полуострова будет полезно узнать, что за вырубку таких деревьев Нарушителям грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей Ольга Литвиненко, Рустам Файзулин, утро нового дня Саль, я абсолютно точно знаю, что крымчане с нетерпением ждут 22 августа Я тоже знаю, почему, вернее, они ожидают этого праздника Потому что это будет день флага Российской Федерации И, конечно же, все мы присоединимся к его празднованию Нужно сказать, что администрация города и всех городов полуострова С радостью встречает этот праздник Подготовила масштабную программу Но, конечно, центр всех событий будет находиться в Симферополе Здесь будут развернуты совершенно потрясающие знамена Я в прямом смысле слова говорю Но более подробно, я думаю, нам расскажет наш гость Евгения Сергеевна Горьковая Руководитель благотворительного фонда «Живая вода» Доброе утро! Доброе утро! Что вы нам можете рассказать про флаг? Ну, хочу сказать, что Российская Федерация празднует этот год с 1994 года Мы с 2014 И каждый раз и Совет Министров, и Министерство внутренней политики, и Министерство культуры Стараются это сделать праздник интересным Он очень символичный И в этот раз, в принципе, как и обычно Жители города Симферополя, активная молодежь Может с легкостью подключиться к нашему действию Ровно в 10 утра начнется такая акция Вы правильно сказали, про флаг Вот, на этот раз Мы вообще каждый раз стараемся использовать различные атрибуды В государственном триколоре Вот, белый, синий, красный И в этот раз подготовили интересное такое действие с зонтиками То есть зонты будут раскрываться в цвете триколора Это не потому, что дождливое лето А потому, что мы решили, что это будет интересно Ярко, красочная, красивая картинка Хочется отпраздновать, потому что это очень символичный праздник Праздник именно о том, что и наша жизнь, и наша свобода Она охраняется государством И именно история флага, его возрождение Символы, да Это мир, это вера и верность Это сила Вот, и мы обязательно каждый год празднуем этот праздник Уже шестой, по-моему Если посчитать Или шестой год Вот Что же там будет? Во-первых, будет много участников И это студенты Крымского федерального университета Это юнармия Это спортсмены Это танцоры центра ArtVision Волонтеры благодетного фонда «Живая вода» И танцоры студии «Грифон» Будут подключены все вот в массовом этом действии Ну и по завершению вот этого перформанса с зонтами В цвете триколор Хотят очередной раз раскрыть замечательный, огромный, 100-килограммовый флаг 100-килограммовый? Да То есть 28 метров длина, 16 ширина Вот, и вот к этому действию может подключиться каждый житель города Сейферополя Таким образом ты сможешь прийти, помочь развернуть Да, вот как только выйдут казаки Вот они увидели, что казаки Как только студенты начнут разворачивать этот огромный флаг Которым нам наши республики подарили наши соотечественники Они смогут подключиться Извини, флаг подарили наши соотечественники из зарубежа Из каких именно регионов зарубежа? Из Мексики Из Мексики Да, вот кто живет в Мексике, ткали, шили Но он реально тяжелый, с такой тканью, как будто бы действительно его ткали Такая прям, ну, серьезная конструкция Идем на рекорд То есть, грубо говоря, это полотнище, оно просто преодолело океаны, моря И прибыло сюда к нам на полотни Да, и года, и года тоже И она настолько большая, что покрывает всю нашу центральную площадь Столицу республики Крым И вот это очень символично, сильно, красиво И мы обязательно это сделаем И всех приглашаем 22-го числа поучаствовать вместе с нами Так, скажите, во сколько? Чтобы мы не пропустили, не проспали Мы начнем в 10, но лучше подойти так пораньше Во-первых, занять место, чтобы успеть подключиться Подхватить Да, во-вторых, пообщаться с друзьями Я думаю, что можно увидеть своих знакомых Если люди активные, которые захотят подключиться То, скорее всего, у них есть и друзья с различных общественных организаций Которые точно так же будут участвовать Я думаю, что будет очень интересно Ну и после этого будет концерт на площади Ленина Который организует Министерство культуры И наши академатические музыканты Но в котором прямо-то участие ваши ребята Нет, наши не будут Наши как раз будут с зонтами Производить вот этот вот перформанс Вот, но это будет интересно, современно То есть мы не будем, как Мэри Поппинс С зонтиками такие, да Но мы такие будем, постараемся быть стильными Не открывайте все тайны Пускай останется немного неожиданности Я думаю, что это будет, по крайней мере Но если пойдет дождь, это будет еще красивее По крайней мере, вы так точно будете защищены Да Мне интересно, сколько зонтиков вы собрали? Может быть, это все зонтики Симферополя оказались у вас? Нет, нет, вот нам помогли Это будет около более 100 зонтиков Вот, ну, я думаю, что если будет больше-больше Ну, пока мы рассчитываем Сейчас же одновременно, кстати, в это же время Федерация альпинизма и скалолазания Будет водружать флаг на Ипетре В это же время будет проходить много других акций, флешмобов И поэтому очень много у нас на территории нашей республики Проходит форумов, съездов каких-то там, таврии, да И так далее То есть в основном молодежь так распространилась по Крыму Поэтому у нас осталось таких серьезных 100 человек Которые готовы отпраздновать вместе с нами Но я думаю, конечно же, будут еще подключаться-подключаться И мы всех жителей приглашаем к нам подключиться Большое спасибо, Евгения Сергеевна, наше время подошло к концу Мы вас благодарим за рассказ Напоминаю, в гостях нашей студии Евгения Сергеевна Горькова Руководитель благотворительного фонда «Живая вода» Спасибо вам Спасибо большое Ну а мы также призываем всех обязательно присоединиться к этому празднику А сейчас предлагаем посмотреть нашу следующую рубрику Под названием «Новости интернета» Санкт-Петербург принято считать серым и хмурым городом Но в это воскресенье северная столица окрасилась сотнями оттенков красного Здесь прошел традиционный испанский праздник – томатина Участники, разбившись на два лагеря, закидывали оппонентов спелыми томатами Всего для проведения торжества организаторы закупили 20 тонн помидоров у фермеров из южных регионов России Болгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края В свете последних событий многих россиян стало беспокоить то, как именно выглядит аварийный трап самолета И что с ним нужно делать Сотрудники авиакомпании показали всю мощь этого надубного приспособления Судя по видео, в момент, пока пандус разворачивается, лучше держаться в стороне В строительной работе и женщины понятия не всегда совместимые Жительница Центральной Африканской Республики решила отгородиться от соседей каменной стеной Потратила массу материалов и труда Но, судя по смеху автора видеоролика, все придется переделывать Популярный японский блогер в сговоре со своим дедушкой решил разыграть бабушку Пожилая женщина долго не замечала прикрепленного к потолку внука А увидев, очень не спугалась, такими шутками неровен час потерять близкого человека И все ради хайпа в интернете Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении щенком породы Алабай Песика зовут Айк и ему 4 месяца Сейчас животное обживается в новом доме Глаздачи в горках В комментариях к видео пользователи сети шутят У пушистого питомца большое будущее В британском городе Дитко демонтировали старую угольную электростанцию Зрелищное событие, контролируемый взрыв собрал сотни любопытных Не каждый день увидишь падение 150-метровых башен Однако что-то пошло не так В ходе операции взрывная волна повредила электрический столб В результате без света остались более 40 тысяч человек Саша, ну вот еще у меня есть такая хорошая новость Она касается тех, кто живет в селе Давыдовка Дело в том, что автобус, который туда курсировал Под номером 50 Он теперь будет возить всех абсолютно бесплатно Но вот почему такая щедрая акция произошла Ну дело в том, что сейчас на время проведения ремонта дороги Вообще в селе Давыдовка, на улице Лавандовой Горавтотранс решил все-таки помочь местным жителям Понял, насколько сложно им будет добираться самим И вот так пришел им на выручку, на помощь А самое главное во всей этой истории то, что наконец-то дорогу отремонтируют В Лавандовом переулке, чего так давно ждали жители Но у меня тоже есть еще одна новость И тоже не менее хорошая Она, можно сказать, с дорогами не связана Она связана с крокодилами А ну-ка, интересно Вот, в Крыму пройдет презентация 3D-версии Нового мультфильма про крокодила Гену и Чебурашку Класс! Я люблю очень этот мультик на самом деле Я думаю, что многие из нас выросли на нем И правда он почему-то сейчас относится к классике К классике? Я поясню почему Потому что он в своей природе воспитывает в людях самые ценные свойства Это гуманизм, человеколюбие, добродетельность В общем, все то, что свойственно русской душе И китайской Потому что я знаю, что в Китае очень популярен Чебурашка Они его смотрят Они даже создают какие-то новые версии Чебурашки Создают новые серии Ну, вот такая популярность вдруг у Чебурашки появилась именно в этой стране Ну, раз уж мы коснулись темы человеческой души Ее свойств Особенно свойств русской души Я предлагаю поговорить о меценатстве Ведь это такая традиционная черта нашего человека Да, тем более у нас есть такие люди, которыми на самом деле можно гордиться Которые помогают другим И делают это совершенно бесплатно, делают безвозмездно И готовы в любой момент, наверное, прийти на помощь каждому Об одном из таких людей расскажет Стефан Пилатов прямо сейчас Школы, больницы, театры и музеи Для многих людей все это просто детали привычного городского антуража Однако огромное количество таких сооружений хранят свои уникальные истории Многовековая история Крыма насчитывает сотни имен, чьи заслуги не должны быть забыты Один из них — Петр Ионович Губонин Все на благо Родины и народа О судьбе человека, который посвятил свою жизнь развитию полуострова Можно говорить много, можно и нужно Именно это стало главной темой собрания круглого стола в Государственном комитете по делам архивов Республики Крым Он был первопроходцем во многих областях Рисковал и добивался успеха, не требуя ничего взамен Петр Ионович строил железные дороги там, где о них никогда и не слышали Вместе с поездами в Крым попадали материалы, которые обеспечивали технологический прогресс в медицине И в различных видах пищевого производства Я считаю, что этот человек достоин, чтобы его помнили Потому что он много сделал не только для Крыма, но и для России Именно на таких людей держится Россия За семь отведенных на доклад минут собравшиеся делятся, казалось бы, невероятными фактами Почерпнуть что-то новое для себя Здесь могут даже те, кто давно интересуется достижениями Одного из наиболее выдающихся меценатов полуострова Я читала, что он построил и Симферопольский, и Севастопольский И воздал за собственные средства Ну вот специалисты говорят, что Севастопольский нет Мне бы очень хотелось узнать достоверную информацию От людей, которые занимаются профессионально Не откуда-то, с Википедией или там из журнала Служить народу Губонин начал после своего 30-летия Только в этом возрасте он выкупил себя из крепостных Переехал в Гурзуф, открыл там семь гостиниц В результате чего этот курорт стал самым масштабным в Российской империи Эта задача наша главная Вот тот духовный мост Те традиции, которые были заложены нашими предками Чтобы они сегодня культивировались в наше время, в нашем обществе По итогам встречи собравшиеся предложили ввести в Крыму тематический школьный курс Ведь Петр Губонин только один из тех Чьи поступки перевернули привычный ход жизни на полуострове Стефан Филатов, Максим Турчев, Утро Нового Дня Саш, ну вот мне кажется, нам снова нужно немного пройтись Почему? Потому что в нашей другой студии ожидает уже гостя Я предлагаю даже более того поговорить вновь о благотворительности Продолжим эту тему Продолжим эту тему, потому что эта тема свойственна человеку русской души И как хорошо, что таких людей у нас каждым днем на самом деле становится все больше и больше Но о том, что же удается, например, этим благотворительным организациям Я думаю, более подробно расскажет Елена Александровна Аксенова Руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство» Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Елена Александровна Ну, давайте поговорим о том, что вчера был очень такой важный для нас всех праздник Это сквер Екатерина II отметил свое трехлетие Я знаю, что вы как раз-таки к этому имеете очень даже прямое отношение Потому что без вообще русского единства, без белого цветка, наверное, сегодня этого памятника бы до сих пор не было Ну, я благодарю всех, кто участвовал в его возрождении, в его восстановлении Это действительно такая работа множества людей Всем вместе мы можем сделать все Да, я помню, как мы все вместе скидывались на этот памятник Для того, чтобы он наконец-то у нас появился И нужно сказать, что сегодня, наверное, это главная достопримечательность Симферополя Одна из, потому что он выглядит совершенно по-европейски, современно и очень стильно И вот, пожалуй, действительно капельку в историю вы вложили Мы надеемся, что еще будет много появляться в Симферополе таких объектов Которые будут соответствовать и гармонировать с одним памятником Время вперед Ирина Александровна, ну вот буквально у каждого человека в Крыму на слуху слово белый цветок Это традиция, мы знаем, еще с 19 века идет о царской семье Не могли бы вы немножко подробнее рассказать для тех, кто не в теме, что же это такое за белый цветок? Это традиция с начала 20 века Ее привезла императорская семья из Европы Тогда эпидемия туберкулеза, чахотка он тогда назывался, туберкулез, свирепствовала И поэтому помогали людям, как могли И собирали деньги, в том числе и в Европе, и в том числе с кружками ходили Потому что это такая была прямо эпидемия Царская семья привезла этот праздник в Ливадзе И впервые он произошел в Ливадзе, на набережной Поделки создавались, ярмарочные ряды То есть, в принципе, все, что пытаются все эти годы повторить последователи этого праздника Я присоединилась к нему вот пять лет назад И мы попытались сделать его республиканским Днем Милосердия и Благотворительности Я думаю, что это очень хорошо, что уже очень многие знают И когда говорят белый цветок, все понимают примерно, о чем идет речь И благодаря, опять же, крымчанам, гостям нашего полуострова Мы решаем множество проблем Уже много лет на средства, собранные на белый цветок Дети со спровождающими, с родителями Получают возможность путешествовать к месту своего лечения То есть, это оплата самолетов, авиарейс Вы знаете, что у нас авиа только сообщение Пока Пока, да Но все равно, знаете, когда ребенок болен, то я думаю, что так и будет авиасообщение На поезде, конечно, на Армении было бы удобно, конечно Да, поэтому благодаря всем нам, опять же, мы все вместе решаем такую очень важную проблему Потому что некоторым деткам надо три раза в год слетать Слетать вдвоем, втроем Иногда, ну, звонят, согласовывают А можно вот мы возьмем еще донору Там вот летит с нами донор по пересадке То есть, ну, огромную помощь мы оказываем все вместе Вот этим семьям, оказавшимся в трудной ситуации А в этом году, вот мы рассмотрели такой вопрос И хотим пытаться собрать средства еще больше Чтобы половину из них можно было пожертвовать на строительство детского первого крымского хосписа Потому что в Крыму будет создаваться крымский хоспис детский И очень... Там будет перинатальная помощь оказываться, да? Палеотивная Ой, палеотивная Да, да Поэтому мы рассчитываем в этом году, что тоже активно будут принимать крымчане участие И я думаю, что мы сможем решить и эту большую проблему А как можно вот присоединиться? Вот вы сказали, крымчане могут принимать участие, да? Вот как можно к этому присоединиться? Когда еще будут проходить такие акции? Сейчас мы начали подготовку Традиционно проходит у нас республиканский день в последнюю субботу сентября Это будет в этом году, 28 сентября Республиканский праздник будет проходить в Алуште Но регионально в школах, в муниципалитетах, в селах Люди на местах проводят аналогичные мероприятия И иногда они собирают на своих каких-то случаях Знаете, там в ДТП попал ребенок В прошлом году была такая ситуация То есть все хотят понимать, кому они помогают И это правильно, понимаете? Потому что когда это в общем, кому-то в целом Это как-то так размыто все Всегда приятно видеть конкретный результат своего труда Поэтому вот в конце сентября это все мероприятие будет проходить И приглашаем в Алушту, приглашаем Узнавайте, что проходит в ваших муниципалитетах Потому что по всем муниципалитетам стараются В большей или меньшей степени проводить это мероприятие Многие школы его проводят Скажите, а где можно об этом узнать? Может какие-то есть социальные сети или сайт специальный? В социальных сетях есть группы просто Но сейчас с сентября месяца мы начнем уже информировать население Когда, где, что, чего Я думаю, что будет слышно Мы со своей стороны, как СМИ, сделаем все, чтобы рассказывать о ваших благих делах Спасибо вам большое Ваш канал всегда помогает И я думаю, что и без вашего канала мы бы тоже не справились Спасибо большое Мы все вместе делаем общее дело Ну а вот как еще крымчане, например, могут присоединиться в том, чтобы оказать какую-то такую помощь Может быть материальную, а ведь не всегда нужна материальная помощь Конечно, не всегда Вот иногда нужна какая-то другая физическая, духовная Вот как еще, например, могут быть Иногда надо просто поговорить Иногда надо просто за руку подержать и приободрить кого-то И вот, например, поговорим про хоспис Вот представьте, у семьи ребенок, он родился тяжело больной Это не лечится Они знают, что это не лечится Семья остается в таком вакууме Они замкнуты внутри себя И они просто даже общаясь, выходя в мир, на улицу Это для них уже помощь Когда на них обращают внимание Когда их приглашают на какие-то мероприятия То есть, ну это же может любой делать человек Они общаются, конечно, в основном между собой Потому что это очень тяжело Ну, общаться с таким ребенком, с такой семьей Имея здоровых своих детей, да То есть, какая-то есть у нас преграда Ну и это понятно, она естественна Поэтому, кто хочет, тот идет способ И это не сложно Знаете, я думаю, что в очередной раз мы подтверждаем, что наш девиз Крыма Республики, он не просто так Процветание в единстве Ведь всем вместе, объединившись, мы можем творить настоящие чудеса Да, я полностью поддерживаю тебя, Саша Действительно, хочется, чтобы как можно больше крымчан Они объединились, они помогали Как можно больше они думали друг о друге Да Спасибо большое Я напомню, что у нас сегодня в гостях Елена Александровна Аксенова Руководитель межрегиональной общественной организации «Русское единство» Спасибо вам Мы двигаемся далее В Симферополе камеры наблюдения зафиксировали ограбление в одном из магазинов Казалось бы, что таким поступком уже никого не удивишь Женщина незаметно утянула с прилавка контейнер с деньгами Пока продавец исчезла из поля зрения Вот только средства, которые так легко достались злоумышленницы Предназначались тяжелобольным детям Может, увидев себя в нашей рубрике, она раскается и вернет пожертвования Светофор, который вот-вот убежит Речь идет о регулировщике на улице Гагарина в крымской столице На самом деле, такой эффект создает дополнительная железная опора, погнутая за аварии Ночью в Ялте на улице Красноармейской можно было увидеть необычное световое представление И это не выступление уличных артистов или послание от НЛО Это короткое замыкание оголенных проводов В аэр-шоу сразу привлекло внимание прохожих Симферопольцы в социальных сетях обратили внимание на плачевный вид водонапорной башни На территории психиатрической больницы Архитектурный памятник действительно находится в аварийном состоянии Окна и двери заколочены А жаль, ведь постройка уникальна своей резьбой в виде арабской вязи Ночью на крымской границе задержали непрошенного гостя Им оказался житель Украины, который хотел попасть на территорию России Тайков Только мужчина не учел, что в этот момент за ним наблюдали десятки видеокамер Пограничникам понадобилось буквально несколько секунд, чтобы задержать путешественника-нарушителя Напомним, что подобные камеры установлены в Крыму вдоль всего участка границы с сопредельным государством На набережной Салгира в Симферополе, где вовсю идет ремонт, вернули чугунные ограды Ремонтники не стали срезать замки, которые там оставляли влюбленные Более того, символы вечной любви заботливо упакованы в пакеты Крымские водители оценили не только новую объездную мимо леводков, но и зеленый ковер вдоль трассы И правда, хоть и сорняковая трава, но смотрится ярко Другое дело, что автор данного ролика усмотрел в ней амброзию Спорить не будем, но если это так, присылайте нам видеоподтверждение Дорогие друзья, напоминаем еще раз, что мы находимся на 16 этаже жилого комплекса «Альфа» Отсюда открывается потрясающий, просто потрясающий вид на крымскую столицу Видно буквально каждый ее уголок Но честно говоря, прямо перед моим взором сейчас открывается вид на соборную мечеть Честно говоря, я очень жду, когда откроется это здание, потому что оно будет по-настоящему украшением крымской столицы Да, это будет, конечно же, самая большая мечеть в Крыму И я думаю, что она объединит абсолютно все народы Не только крымских татар, а абсолютно всех Почему? Ну, потому что это будет такое мекко И кто-то туда приедет для того, чтобы просто посмотреть, полюбоваться таким местом Ну, а для кого-то это станет местом, где можно будет помолиться Саля, а ты знаешь правила посещения мечети? Ты часто бываешь? Я, нет, не бываю в мечети, но правила я, конечно же, знаю И хотела бы, чтобы все, кто собирается посетить мечеть, они тоже с ними ознакомились Ну, а для этого предлагаем посмотреть наш следующий материал В Крыму немало интересных и прекрасных достопримечательностей Среди которых и культовые сооружения Сейчас мы в Симферопольской мечети Сеид-Ситар История которого насчитывает почти 200 лет Мечеть – молитвенное здание мусульман Каждую пятницу здесь собираются прихожане для совершения коллективной молитвы У мусульман присутствуют свои нормы поведения в мечети С целью поддержания чистоты при входе в культовое сооружение необходимо снять обувь, убрать туфли, можно в специальную нишу В мечети, как и в любой другой святыне, необходимо придерживаться тишины Одежда должна быть скромной и максимально закрытой Для молящихся женщин допускается оставлять непокрытыми только лицо и кисти рук Стоит позаботиться не только о скромности одежды, но и о чистоте тела Женщины и мужчины читают молитву в разных комнатах В этой мечети женская зона расположена на балконе Женщины должны чаще всего быть, как скажем, в мечети тише воды, ниже травы, когда есть мужчины Это идет со стороны религии, почему? Потому что здесь очень много других мужчин Существуют определенные правила, которые должна соблюдать мусульманка Нельзя покрывать ногти лаком, выщипывать брови, делать татуировки и использовать спиртосодержащую парфюмерию Женщины, когда ходят в мечеть, им это запрещено делать Почему? Потому что они чаще всего мажут те запахи, которые, например, больше женственные И это как бы отвлекает мужчин В мечети вы не найдете скамеек или стульев, все сидят на полу Отличительной и самой яркой особенностью молитвенной комнаты является полное отсутствие украшений, статуй, изображения живых существ Все это запрещено исламом Важным элементом любой мечети – михраб Ниша в стене, указывающая направление на Мекку – священный город всех мусульман Перед ней стоит имам, руководящий коллективной молитвой Вот само слово имам, оно и переводится с арабского языка как впереди стоящий, то есть лидирующий Это место называется михраб И направление этого михраба всегда в любой мечети направление на запретную мечеть, на мечеть Аль-Харам, то есть Каба Эту мечеть в середине 19 века построил бывший городской голова Симферополя Сейтситар Челебим В период советской власти комплекс использовали в хозяйственных нуждах, однако после распада здания возвратили мусульманское общение В 2016 году, после масштабной реконструкции, мечеть снова открыли для прихожан Территория мечети – это целый комплекс Теперь уже располагается место для омовения, это Абдесхане Для чего? Для того, чтобы прихожане мечети могли совершить омовение и пройти уже в мечеть Двери мечети всегда открыты для гостей, независимо от их веры и национальности Но требования придерживаться мусульманских правил обязательны для всех Вся Рябляева, Олег Вилеев, утро нового дня Саша, ну вот, ты знаешь, я только недавно, кажется, здоровалась со всеми, всем желала доброго утра А уже пришло время прощаться, вот так быстро пролетел мой час Я провел с крымчанами два часа эфира и, честно говоря, тоже не заметил, как он пролетел Потому что, когда тебе интересно, когда ты любишь свою работу, то, наверное, время течет Счастливые часов не наблюдают Ну и, наверное, когда у нас такая хорошая компания, как вы, наши зрители Конечно же, для нас тоже это время становится быстротечным Мы же, в свою очередь, вам обещаем, что каждое ваше утро, проведенное с нами, будет интересным и информационным И обещаем вам новые лица в эфире и хорошие новости Да, ну и много событий, которые мы обязательно еще осветим А для этого предлагаем встретиться уже завтра с 7 до 9 А на сегодня с вами прощаемся, но только до завтра А я напомню, что с вами сегодня были Салья Салямова и Александр Ткачев До новых встреч, друзья! Увидимся уже завтра! Это совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok